Страна без вируса. Масштабная социальная инициатива Центра поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Центр организован АФК-система совместно с группой компании Медсин. В рамках акции в Россию с Китая поступило 200 тысяч защитных костюмов для персонала больниц московского региона. Об этом проекте мы попросили рассказать его непосредственных организаторов и участников событий. Этот центр был создан для того, чтобы поддержать врачей, поддержать их с точки зрения тех защитных средств, которые они используют, потому что это все надо закупать, это все надо закупать высокого качества, чтобы подвергать минимальному риску врачей. Корпорация помогла организовать поставку в Россию необходимых средств индивидуальной защиты для медиков. Гуманитарный груз общей стоимостью около 420 миллионов рублей прибыл в конце апреля специальным авиарейсом из Тинзиня. Перед детским мером стояла задача закупить и привезти мне в Москву комбинезоны для врачей, так называемые средства индивидуальной защиты. Задача очень непростая, потому что в Китае сейчас наблюдается ажиотажный спрос, и мы справились с ней исключительно благодаря нашим устойчивым отношениям с партнером. Нам очень помогали все в этом и в процессе закупки, и в процессе доставки, и в процессе оформления самого груза уже по прилете его во Внуково. Груз из себя представляет защитный комбинезон, сделанный из специальной ткани, разработанной в Китае по технологии дюпона. Данный комбинезон является основным элементом, который защищает медика от инфекции во время общения с коронавирусным пациентом. Большое всем спасибо, это была действительно командная работа, и мы рады, что на прошлой неделе мы передали вместе с АФК-системой 200 тысяч комбинезонов врачам Москвы и Московской области. Большая часть противочумных костюмов, а это 175 тысяч единиц, была направлена в городские больницы Москвы, которые приняли на себя основную нагрузку в борьбе с пандемией. Еще 20 тысяч необходимых средств индивидуальной защиты переданы в государственные медицинские учреждения Московской области. Часть груза также поступила в клиническую больницу МИДСИ на Пятницком шоссе, которая первой из частных стационаров начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией.